Мы пришли в это дело, прокуратура, нам ответили сегодня, мы хотели ознакомиться с материалами, что имеется, что они заняты сильно, жаль, что здесь нет представителей прокуратуры, что они не могут сегодня нам предоставить материалы для ознакомления. Одно мы знаем, что по медицинскому заключению, я думаю, доктора лучше рассказывать, чем я, эта травма была несовместимая, то есть человек не мог передвигаться еще длительный период времени какой-то, вообще в какой-то период, ну так-то расскажут, то есть эта травма очевидно получена на производстве. Предприятие называется ОООСК Никметтерминал. Собственником этого предприятия являются и нерезиденты Украины, ну по сути те, кто купили Криворожсталь. Первое, что нас насторожило, и мы, насколько я сегодня располагаем, информация, что нарушение действующего законодательства предприятия не уведомило ни соцстрах, ни прокуратуру, хотя по закону должны были прекратить все работы, обеспечить сохранность места, сохранность всех агреатов, механизмов, если это не угрожает жизни и здоровью других людей, вызвать представителей прокуратуры и охраны, для того, чтобы засидеться. В результате, как говорит Ирина, якобы пришел уже с больной, болела голова, на трактор ее куда-то отвезли, каску потеряли, найти не можем, потому что, судя по заключению, по травмам, понимаем, что удар был огромной силой, то есть каска должна была разлететься в Дребезге, но ее нет. Почему? Я еще говорю, что хотел бы, чтобы была сегодня прокуратура, я не знаю, приглашали или нет, потому что, как бы и я не собирался идти сюда, но Ирина вчера попросила, в надежде на то, что будут представители компании, представители соцстраха, охраны труда, прокуратуры, которые будут присутствовать здесь. Мы тут задали ряд вопросов по этому моменту. То есть упущено много времени из расчета на то, я так понимаю, чтобы вывести предприятие в сторону. Исходя из того протокола допроса, которого сейчас допрашивали Ирину, как потерпевшую, без адвоката, одну, она принесла мне этот протокол допроса, мы его прочитали, я, как юрист, как адвокат, вижу, то есть если на сегодняшний день открыто проваджение по 271-й, это причинение нарушения техники безопасности, повышенная смерть, часть 2-я, то, исходя из того протокола, как я вижу, плавно правоохранительные органы переходят на убийство по неосторожности. Что за этим последует? Будет привлечен к уголовной тесте. Там небольшая санкция. Короновщик, не короновщик, я пока не знаю. Но предприятие будет в стороне. В результате Ирина не получит единую выплату, единоразовую, в связи со смертью, и ребенок не получит пособие в связи с потерей кормильца до совершеннолетия. Ребенку полтора года. Ирина не работает. То есть я считаю, что такая компания солидная. Наверное, надо было все-таки поступать, ну хотя бы по-человечески, как сегодня доктор Ремьянов сказал, что они, наверное, в церковь не ходят. Поэтому, что касается самих обстоятельств, я думаю, некорректно будет у Ирины задавать эти вопросы, потому что вдруг они завтра померятся. Ну я надеюсь. Ну я надеюсь. Ну я надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok